Архангел Михаил и Дракон В этом качестве он упоминается в Апокалипсисе Откровения Иоанна Богослова И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. На алтарном образе из собрания музея изображена кульминация данных строк. Архангел Михаил представлен грозным воином, золотых доспехов, упирающим ногами поверженного дракона. В левой, высоко поднятой руке, он держит копье, которым пронзает открытую пасть нечистого. В правой большой белый щит с красным крестом, символ победы животворящего креста на дьявол. В колорите работы, построенном на сочетании контрастных белого, желтого, синего, зеленого, розового и оранжевого цветов, а также в трактовке лика святого, определенно читается декоративный стиль Сиенской школы XIV века. Вот такое описание к работе Сиенской школы Архангел Михаил и Дракон XIV век, Дерево Темпера. Описание по книге Великие музеи мира. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok